В Белогорске оцепили несколько улиц из-за неадекватного поведения жителя дома на Красноармейской. По данным телеграм-канала Белогорск Лайв, мужчина с ружьем в руках грозился совершить самоубийство. Об этом в полицию сообщили грузчики, вывозившие вещи из соседней квартиры, ставшие свидетелями ЧП. Выехавшие на место сотрудники СОБР обнаружили мужчину мертвым в запертой квартире. Обстоятельствами и причинами происшествия займутся правоохранители. Другие темы выпуска обсудим после его небольшого обзора. Меня зовут Александр Белов. Здравствуйте! Асфальтная река, бордюрные берега. На Ленину заметили флоты спецтехники. Они отправились в путешествие в рамках нацпроекта БКД. Разруха в головах. Бардак на Затонизее после Благовещенских грязнуль разгребали сотрудники мэрии во главе с Олегом Имамеевым. Под тяжестью воздушный гирь. Участники чемпионата по чирлидингу прокладывали тропу к победам артистизмом, акробатикой и прокаченной формой. В Чигирях подозрительный мужчина предлагал детям покататься на своем авто. О нескольких тревожных случаях бдительные амурчане сообщили Порт Амуру. По словам жителей дома Новоселенка 3-4 в Чигирях, первый инцидент произошел неделю назад. Водитель иномарки предложил ребенку, который возвращался с продленки, прокатиться на его авто. 13 апреля ситуация повторилась. Получив отказ, начал кричать, чтобы дети быстро сели в машину. Малышам удалось убежать. Местные сохранили видео с камер наблюдения и прислали фото автомобиля в редакцию Порт Амура, сообщив о своем намерении обратиться с заявлением в полицию. Родители призвали провести беседы со своими детьми о правилах поведения в таких ситуациях. Отличились амурские рулевые и в большом числе ДТП, произошедших на выходных. Так, на трассе Благовещенск-Гомелевка смертельная авария унесла жизнь 13-летнего мальчика. Еще одного пассажира 8-летнюю девочку с травмами доставили в больницу. На женщину-водителю, управлявшую автомобилем в состоянии опьянения, возбудили уголовное дело. Она допустила выезд на встречную полосу. Еще два человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке Горького и Пионерской в Благовещенске. Там столкнулись мотоцикл «Ямаха» и автомобиль «Тойота Приус». Как сообщили в ГИБДД, у водителя двухколесного также имелись признаки опьянения. Плюс не было прав на управление. Ему и его пассажирке, женщине 1973 года рождения, потребовалась помощь медиков. Обстоятельствами занялись полицейские. Всего же, по информации городской госавтоинспекции, с 12 по 14 апреля в Амурской столице и Блакокруге произошла 21 авария. Минимизировать число ДТП и создать комфортные и безопасные условия на городских магистралях помогает дорожная компания. В рамках президентского нацпроекта БКД она ежегодно стартует с наступлением тепла. В 2024-м под благоустройство попадут пять транспортных артерий. На двух из них ремонтные работы кипят с 1 апреля. Параллельно коммунальщики обновляют участки подземных теплосетей. Подробности масштабной перезагрузки выяснила Галина Мартынова. Эти трубопроводы еще в 70-е согревали дома жителей областного центра. С тех пор многие участки подземных артерий порядком износились. Заменять их приходится поэтапно. Первым в этом году стал отрезок на Ленина, так как прежняя часть около 22-й школы сейчас преображается в рамках нацпроекта БКД. Перечень остальных участков сформируют после майских гидравлических работ. Испытываем трубопроводы пробным давлением, которое на 1,25 больше рабочего. То есть если рабочее давление БКД 9 кг, то мы испытываем свои на 11,75 кг. Ну, 12 кг. И те участки, которые не проходят, как раз испытания, где выявлен порыв, как раз и ремонтируем ремонтную компанию. Ежегодно мы начинаем ремонтную компанию заранее, где-то в апреле месяце, когда наступает положительная температура наружного воздуха, потому что планы на лето грандиозные, большие, а ремонтная компания маленькая, сроки ремонта. Грациозным движением металлической руки экскаватор расчищает основание для будущей парковки. По соседству полным ходом идет замена дорожного полотна. Старую одежду городской магистрали демонтировали. Прежде чем она успела обрасти новым асфальтобетоном, ее покрыли щебеночной песчаной смесью. Теперь окаймляют свежим бордюром. В планах оборудовать участок автобусными остановками. На пересечении Ленина-Нагорной установят светофор. Большинство работ по преображению транспортного русла проводят исключительно с наступлением тепла. Над преображением этого отрезка Ленина трудятся 15 дорожных рабочих и 7 спецмашин. Два экскаватора, каток, грейдер и три самосвала. Параллельно сотрудники подрядной организации колдуют над обликом другой магистрали. У нас есть два объекта, которые были законтактованы в прошлом году под лимит этого года. Это улица Ленина, от 22-й школы до улицы Нагорная и улица Тенистая. Получается, по улице Ленина, подрядная организация к 9 мая закончат работы по асфальтированию. То есть, остаются какие-то недоработки. Я думаю, до конца мая объект будет сдан. Ремонт здесь ведут по полосам, чтобы не доставлять дискомфорта автолюбителям, так как транспортный поток в этом районе очень интенсивный. На втором же объекте дело обстоит иначе. Тем, кто выбирал путь до работы по улице Тенистой, придется временно перестроить маршрут. Участок от 50-летия Октября до Островского пришлось перекрыть полностью, так как отрезок этой магистрали в 600 метров слишком узкий для работ по полосам. Плюс в округе много обездных проулков. Тем не менее, чтобы не доставлять дискомфорт горожанам, объект приведут в порядок в максимально короткие сроки. Кроме дорожного полотна, на Лениной Тенистой укрепят обочины и отрегулируют высотное положение люков, установят дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят тротуары и небольшие парковки. Также под действием президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году попадут. Улица 50-летия Октября от Амурской до Октябрьской, Ленина от Театральной до Чайковского и Театральная от Ленина до Горького. На это выделят почти миллиард рублей из бюджета области. Галина Мартынова, Леонид Уткин, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Почти пять тысяч благовещенцев выразили свою любовь к Амурской столице, не испугались капризов погоды и вышли 13 апреля на общегородской субботник в рамках весеннего этапа акции «Город-берегу». В этот день он охватил больше 130 общественных и дворовых территорий, на которых собрали почти 22 тонны мусора. Вывести его помогли сотрудники ГСТК и технико-строительных организаций областного центра. Представители мэрии во главе с мэром Олегом Имамеевым семьями очищали один из самых захламленных участков – Затонзеи. Какие находки отправили в утиль и что пожелали нерадивым землякам – смотрите в сюжете. Сегодня, несмотря на мелкий дождик, пришли и вот сейчас, видите, распогодилась красота, убираемся. Вот можно посмотреть было до и после, чисто. Но это в любом случае труд на пользу, так что физические нагрузки. Настроение позитивное, погода радует, да, как бы пугал дождем. И вот солнышко проклюнулось. Это не испортило нашего настроя позитивного на проактивную работу сегодня. Я хотела с папой поехать. Я люблю убирать просто мусор. Я с папой очень много субботников ездила. Проволоку находила, такую, ну, острую такую. То есть она еще и опасная была, да? Да. Я ее спустила потом. Ну, еще я там находила какую-то сетку, как будто полиция какая-то, сетка. Как будто полицейская сетка? Нет, ну, когда преступников садят, это решетка. Что только не находят, да? Да. Поэтому, товарищи, убирайтесь в ваших головах, чтобы территорию потом не пришлось вот так вот убирать. Я считаю, что мусор у людей в головах, потому что, если бы не было вот... Были бы нормальные мысли у людей, да? Все бы мыслили, не выкидывай там. Подойди к курне там. То есть, ну, вот там, как мы сейчас проезжали, возле гаражей этот мусор лежит. То есть, как бы, ну, вот просто, где, грубо говоря, стоишь, там и мусоришь. Было бы чисто. Бутылки, шприцы, тапочки. Очень много салфеток, которые не разлагаются и приносят большой вред. Поэтому убедительная просьба ко всем отдыхающим. Убирайте за собой. Мы вас очень просят. Прекрасный французский вечер. Улитки, шампанское. Хруст французской булки. Хруст французской булки. Песен не хватает и Айфелевой башни. Хотя вон она, как раз можно ее увидеть там. Это у нас весенний этап. Город освобождается от снега, от льда. Город оживает, расцветает зелень. Конечно, нужно очистить все территории. У нас традиционно работают муниципальные предприятия ГСТК, управление ЖКХ, управляющая компания. Но, тем не менее, достаточно много территорий в городе, которые требуют отдельного внимания всех гаражат. Мне очень приятно и отрадно, что город, можно сказать, в едином порыве присоединился к этой акции, к этому месячнику. Ну и конкретно сегодняшнему дню. Я знаю, что много организаций различных форм собственности, в том числе и образователи учреждения, вышли на уборку своих территорий. Территории, которые они считают общественными, но выходят, помогают. Сегодня администрация работает тоже на одной из сильно захламленных территорий в районе Затона. Город, ловящих наш дом, мы должны соблюдать и содержать его в чистоте. Определиться с подшифным участком городскому управлению архитектуры и градостроительства помог жеребии. Освобождали от оков мусора придорожную территорию на Матруинского шоссе. Подобно садоводам, специалисты этого управления орудовали граблями, лопатами и самым главным инструментом – руками, облаченными в защитные перчатки. Избавляли от искусственных сорняков придорожный участок от торгового центра «Перекресток» до улицы Текстильной, соединяющей спальные и центральные районы областного центра. «Даже страшно сказать, что попадается. Все, что душе угодно. Бутылки, старые баннеры, старый строительный мусор, ветки, доски, окурки. То есть все предметы жизнедеятельности человека, которые есть, который идет, курит, что-то выпивает, потом это все бросает не в урну, а куда ни по поте. Чисто там, не там, где убирают, а там, где не мусорят в первую очередь. И вот это, наверное, аксиома, она должна притворяться в жизни, люди должны это делать». Над ликвидацией следов жизнедеятельности нерадивых представителей вида «Homo sapiens» трудилась команда из 20 сотрудников. Мешками и инвентарем помогли ГСТК. Они же вывезли собранные отходы. Стать пиар-менеджерами любимых продуктов местного производства призывают амурчан. Авторы лучших роликов получат ценные подарки. Подать заявку на творческий конкурс «Покупай Амурской» приглашают семьи с детьми со всей области. Для участия необходимо до 30 апреля снять креативный ролик в рекламном формате о любимой продукции производителей нашего региона продолжительностью до одной минуты. Готовое видео отправить на электронную почту, адрес на экране и опубликовать во Вконтакте с хэштегом «Всей семьей покупаем Амурское». Топ-5 лучших роликов отдадут на суд народного голосования. Победители и призеров ждут ценные подарки от организаторов. Высокую физическую подготовку, координацию и силу продемонстрировали больше 300 спортсменов всего Дальнего Востока на соревнованиях по чирлидингу. Состязания за право представить честь региона на первенстве России состоялись в спортивном комплексе «Юность». Помимо 18 клубов с выступлениями заявились и мамы участников. Какие номера они подготовили и на какие элементы их разбирали судьи, узнаете из сюжета. Участницы фестиваля «Амурские звезды» держат в руках негантели, с помощью которых хотят подкачать себе мускулатуру. Узнаваемый элемент образа чирлидер – шпампоны. С ними привлекают внимание и подчеркивают движение. Собрать взгляды зрителей к своему номеру на соревнования приехала 17-летняя Евгения Николаева. Девушка горит своим увлечением и как только она встретит совершеннолетие, планирует преобразовать хобби в работу. Наш тренер, она приехала из другого города и просто решила здесь, она занималась чирлидингом, решила просто создать свою команду. И вот набирала детей, и вот я пришла. Сперва я была капитаном команды. С этого года я тренер младшей группы. Скоро, мне 18 лет, вот-вот стукнет. Меня, уже я здесь списана как тренер, меня уже вызывали в линию тренеров. Я хожу на всякие мероприятия для тренеров, прохожу курсы. Тренер клуба «Скай» Лидия Дудова всего три года назад была одной из участниц команды по чирлидингу в городе Амурск. Когда приехала в Благовещенск, набрала свою группу. Во время подготовки к соревнованиям пришлось увеличить тренировки вдвое. Благодаря усилиям уже в первый день чемпионата ученики завоевали призовые места. Кроме соревнований клубы занимаются и поддержкой спортивных команд. На самом деле, чирлидинг и чирспорт – это уникальный вид спорта, который дает, знаете, такой огромный эмоциональный заряд для спортсменов, когда они просто на площадке находятся, они видят, что их поддерживают, за них болеют. Эта победа, она нужна не только команде, которая играет, но и тем, кто поддерживает. Поэтому я думаю, что чирлидерши – это очень важные люди в наше время. В соревнованиях поучаствовали больше 300 спортсменов от 6 до 18 лет из 18 клубов Дальнего Востока, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Республики Саха, Якутия и Амурской области. Поддержать своих детей и попробовать силы в чирлидинге решились и мамы участников. Они подготовили зрелищные номера и взбудоражили публику неожиданным выходом. Тем самым стали ближе к чадам и на себе прочувствовали волнение спортсменов. Девчонки соревнуются во многих дисциплинах. Количество даже не смогу пересчитать. То есть чирлидинг – это когда, как в американских фильмах, выбросы, вот это все красивое. И в перформансе. Перформанс – это чир-фристайл. Девчонки танцуют с помпонами. Тут важна четкость, грация, растяжка, всякие парные взаимодействия. Также чир-джаз – это более такое лирическое направление. И чир-хип-хоп. Ну, это хип-хоп с элементами чир-спорта. В критерии оценки таких выступлений входят артистизм, наличие сложных акробатических элементов и поддержек, четкое выполнение элементов, зрелищность. Все анализируют по стабальной системе. Лучшие команды отправятся на первенство России, которое пройдет в Москве в мае. Наталья Барас, Андрей Лузгин, программа «Город». Другие благовещенцы уже показали себя на всероссийском уровне. Поучаствовали в чемпионате страны по плаванию для лиц с интеллектуальными нарушениями. Артем Лазарев, Ульяна Косицына и Арсений Манчак положили в копилку региона семь наград. Все трое – воспитанники первой спортшколы Благовещенска. Пловцам с УВЗ удалось завоевать две бронзы на 50 метрах на спине и 100 метровки вольным стилем. Серебро на сотке вольным стилем и четыре золотых медали на дистанциях по 50 и 100 метров батерфляем, 100 и 200 метров вольным стилем. Соперниками наших пловцов стали больше 200 человек из 32 регионов страны. Соревнования проходили в Йошкар-Оле. Горожанам напомнят о сроках и способах подачи декларации в рамках Дня открытых дверей в налоговой. Он пройдет 18 и 19 апреля на Горького 240. В эти дни управление изменит график работы, продлят прием до 8 вечера в четверг и до 18.00 в пятницу. При этом не закроется на обед. Это были все новости на сегодня. Больше тем ищите на нашем сайте этогогород.рф и в соцсетях. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok